Если сейчас объявить физическое лицо банкротом может только суд, то новый механизм, который предлагает запутата Госдумы, разрешит делать это арбитражным управляющим. Они будут сами оценивать, подходят ли должник под нужные категории для банкротства и выносить решение. Критериев несколько. Надо быть безработным или иметь доход ниже прожиточного минимума. При этом сумма на счетах не должна превышать 50 тысяч рублей. Именно с такими требованиями связаны главные опасения юристов. Они отмечают, что многие могут злоупотреблять новыми правилами, потому что существующие сейчас более жесткие. Это долг выше 500 тысяч рублей и просрочка платежей 90 дней хотя бы по одному кредиту. Сегодняшнее законодательство таково, что оно дает банкротство только если у человека какие-то проблемы серьезные в жизни есть, которые мешают ему расплачиваться с кредиторами. А вот эта инициатива, она немножечко странновата, потому что она, по сути, предлагает в упрощенном порядке людям избавляться от долгов не потому, что у них жизненные проблемы, а просто потому, что изначально человек каких-то активов не имеет. Авторы законопроекта отмечают, что сейчас суды завалены заявлениями граждан о банкротстве, однако реально получают этот статус лишь немногие. Тем самым предложенные меры повышают доступность банкротства. Эксперты же напротив не видят сложности в том, что не каждому списывают долги. Проблемы нет, потому что это означает, что фильтр работает. Это означает, что большая часть банкротящихся, наоборот, как раз не подходит под условия. А большая часть банкротящихся людей, и по нашему опыту, она как раз думает, что можно, наделав долгов, их не отдавать. А законопроект, который сейчас мы с вами обсуждаем, он фактически на этот блок и рассчитан. Тем самым шанс, что законопроект пойдет дальше, совсем невелик. Всего по России только в первом квартале 2019 года процедуры банкротства воспользовались 13 тысяч человек. Это на 4 тысячи больше, чем в зоологичный период 2018-го. В Самарской области увеличение на 240 человек. Многие считают процедуру панацея от долгов, что далеко не так. После нее не списывают требования по алиментам и коммунальным платежам. Плюс ко всему бывают случаи, когда суд вообще отказывает списание долгов, по причине того, что должны изначально действовать недобросовестно, когда брал кредиты, не тем самым понимая, что он не может исполнить обязательства, но тем не менее брал эти кредиты, брал на себя эти обязательства, с расчетом и сознательным на то, что он в будущем пойдет в процедуру банкротства и никому ничего не отдаст. И, соответственно, все кредиторы должны будут просто сказать, ну, извините, так получилось. В целом по Самарской области в первом квартале 2019 года было почти 15 тысяч человек, попадающих под статус банкрота. Это на одну тысячу больше, чем в зоологичный период 2018-го.